При лестнице воздумано 113, даривших вдохновение ему земных прекрасных мус, и посему пред ними продолжаем преклоняться. Вам был под властью лиры тонкий звук, а вас, плеяды грации яснооких, уж третий век вызванивают строки, одаривая счастьем тайных мук читателя. В поэзии страна, долина грез, луной осияни, здесь расцветают ваши имена Екатерина, Евдокия, Анна, Тригорская незабудка на земле, кустами розы алой и жасминов, Евпраксия, Мария, Каролина, Елизавета, Софья, Натали, его Мадонна. Милый друг поэта, смиренница, джонка, наконец, прекрасней нет цветка в долине этой чистейшей прелести, чистейший образец. Еще одно стихотворение, тоже на пушкинскую тему, как «Привет из Пушкиногорья». Я однажды привезла для Валентины Федоровны маленький образок на бересте, где был запечатлен Александр Сергеевич Пушкин и подарила ей тоже на сцене вашего Дома культуры. Есть стихотворение, которое, к сожалению, время не сохранило в моей памяти. И потом Елизавета Федоровна подарила мне свою книгу с надписью «Верочка, спасибо за стихи». Так вот, подсвящение благословенному Пушкиногорью, Тригорской. Идем восторженный гурьбой, душа моя поет. Наш гид, всезнающий, седой, строчит, как пулемет. Старинный парк, опрятный двор, глазастый длинный дом. Могучий лягушиный хор восходит над прудом. Под певкой птичьи голоса им уголона нет. Гостят на клумбах небеса, льют незабудок свет. И в комнатах встречают нас их ясные глаза. Обилием цветов и вас украшит каждый зал. А в доме грусть. И тонет в небе рот, камин, ольков. Все ощутимее, все больнее бессилия цветов. По смертной маске белизну не смог осилить взгляд. Нет, нет, я чудо не спугну, потороплюсь назад. Туда, где прячут кролы лип, свирельку соловья. Туда, где сороти изгиб, онегин скамьяк. На старой липе глажу мох, а за моей спиной Уже ли это ветром вздох лукаво-озорной? Уже ли это мотыльки пустились в танец лить? То рифмы красочно вегки, строки живая нить. Не зря она шептывает пруд, что здесь до петухов. Русалки дружно зорит куб из пушкинских стихов. Еще одно стихотворение на житейскую тему, написанное буквально недавно. Называется «Наша женская житейская». Он держал меня в ежовых рукавицах. Я его держала в бархатных перчатках. Он всегда считал себя свободной птицей. Я свекровушке писала «Все в порядке». И дурными не делилась новостями. Разве можно огорчать вторую маму? Пусть не знает, что сынок живет не с нами, Что содержит сногсшибательную даму. Лишь бы люди ей не ляпнули про это. А сама я притворюсь легко и ловко. Как и прежде повезу внучат на лето. И совру, что папка их командировки. Так совру, что и сама поверю сказке. Детским смехом подлатаю в сердце раны. И дождутся сыновья отцовской ласки. И вернутся в дом ежовые капканы. Вот и наши внуки дружно загалдели. Дед из дома не ногой теперь без спроса. А те варежки ежовые и склеили. Только бархатным перчаткам нет и с нас. Спасибо.